Продолжаем читать духовные наставления святых отцов. Псково-Печорские старцы. Иеросхимонах Михаил Петкевич. Многие люди, сраженные несчастьем, или впадают в уныние, считая, что все погибло, или же становятся бунтарями, полагая, что они страдают несправедливо. Истина, конечно же, в том, что Бог ведет нас всех своим собственным путем, который всегда является наилучшим для каждого. Проявление любви к ближнему может спасти и большого грешника. Любовь покрывает все. Смиряться надо и за все благодарить. Терпеливое несение скорбей, чистая молитва и частое причащение помогают обрести внутренний мир. Две силы в нас действуют. Добрая воля и сопротивление плоти. Хочу молиться, а плоть возражает. Не могу, не хочу. Молитву нельзя оставлять. Но и плоть не изнурять. Все в меру. А без меры и хорошей не будет на пользу. Схиархимандрит Агапий Агапов. Ты живи проще, как малое дитя. Господь такой любвеобильный, что ты и представить себе не можешь. Хотя мы и грешные, все равно иди к Господу и проси прощения. Ты только не унывай. Будь как ребенок. Господь все равно ждет нас, когда мы к Нему придем с покаянием. А еще поменьше говори и положись на волю Божью. Ведь так легче жить. Мы все равно сами ничего не можем сделать. Помочь себе. И не обижайтесь ни на кого. А лучше надейтесь на Господа. Он-то сам все управит. Упование же надеющихся на Него не посрамит. Не осуждай никого. Смотри только на свои грехи. И сознавай, что грешнее всех. Тогда и Господь поспешит к тебе. Надо себя менять. Но не скорби до уныния. Ты хочешь все добродетели сразу взять? А ты вот возьми одно, что-нибудь маленькое. И этим спасешься. Будешь у Бога. И епископ Феодор Текучев. Вера в промысл Божий о нас, вера в попечение Божье о нас, должна наполнять наше сердце. Когда таким упованием загорается человек, когда он верит в такого своего небесного Отца-Промыслителя, тогда Господь делается для него камнем упования, якорем надежды и спасения во всем, а не только в вопросах пищи, питья и одежды. Тогда становится он опорой во всех скорбях, источником уверенности в том, что он поможет перенести их, подав для этого силы и крепость. Схейгумен Савва Остапенко. Придать себя водительству Божию, взойти под его теплый любовный кров, в этом главное условие счастливой жизни. И епископ Феодор Текучев. Как он снизошел к нам, так и мы окажем снисхождение друг ко другу. Как он прощал нас, так и мы простим друг другу все вины и прегрешения наши. Как он смирялся по любви ко всем нам, так и мы смиримся друг перед другом. И, наконец, как он явил нам воочию свою любовь, даже до смерти, так и мы не лишим наших ближних своей, пусть и такой слабой, любви. Мы Божьи. Как это утешительно для верующего человека осознавать, что мы Божьи, что есть Бог наш промыслитель, что мы не одинокие, что где бы мы ни были, есть Бог, который нас видит, заботится, печется и промышляет о нас. Люди бывают счастливы и покойны только тогда лишь, когда пребывают в Боге и с Богом. Преподобный Симеон Псково-Печерский. Бог есть причина моего существования, а не я причина бытия Бога. Не создавать надо Бога, а познать, что ты и все от Него им создано, им держатся и живет. Когда мы покроем согрешение брата своего, тогда и Бог покроет наше согрешение. А когда мы обнаружим грех брата, тогда Бог объявит согрешение наше. Язык осуждающего злее ада. Даже ад возьмет только злых, а язык пожирает и злых, и добрых. Строгий суд о ближнем показывает не доброжелательство, а ненависть к человеку. Осуждая других и черняя их честь, мы сами себя бесчестим. Дивный дар Господень человеческая жизнь. Не купишь ее и не заработаешь. На, человек, прими награду бесценную. Радость, радость, великая радость. Верь в промышление Божье. Сам не сочиняй ничего. Живи, как Бог дал, и кем ты есть. Как можно очищайся от страстей, молись, заповеди соблюдай, и главное, кайся. Не критикуй других, старайся ужиться с ними, иди им навстречу, потерпи их, будь ласков и приветлив, живя для всех. Ближнего делай счастливым, смиряйся, промолчи, будь участлив, ради Бога, почтителен. Хлеб будешь есть смелее, если потрудился. Труд заповедь Божья, ты обязан трудиться усердно и по совести. Верующий в простоте, что Бог есть, всегда есть и всюду, что Бог человека любив, что Бог печется о нем, таковой не смущается ничем. Греха бежит смел и тверд всюду. Архимандрит Серафим Розенберг Всегда и во всем искренне сознавай себя виновным. Необходимо самоукорение. Вопи, взывай, кайся, плачь, борись, трудись, ревнуй, понуждайся. И все это до самой смерти. Схиархимандрит Александр Васильев Есть же и такие люди, которые и хотели бы духовно порадоваться, но не могут. Это верующие, томящиеся в темницах, в болезнях, в нужде, в скорбях. Но только не отчаивайтесь. Молитесь Господу такими словами. Господи, я и хотел бы радоваться, но не могу. А потому сам мне дай эту радость и утешь меня, как знаешь. И Господь утешает. Он слышит ваши скорбные воздыхания, обязательно подаст свое божественное утешение. человеку кажется, что он оставлен Богом, Бог его забыл, он чувствует себя одиноким, всеми оставленным. Но это неверно. Наше душевное состояние не зависит от внешней среды, оно зависит от нас самих, от нашего греховного состояния. Если мы приложим свои усилия для борьбы с грехом, будем воспитывать и настраивать себя к добру, то увидим много хорошего в других, а в себе много плохого, достойного наказания. Нам нет иного пути к спасению, как только через терпение своих немощей и немощей ближних наших. Архимандрит Серафим Розенберг должен твердо надеяться на промысл Божий, тогда и не убоишься, и не смутишься при искушениях. Дай Бог нам терпения и благодарения, преданность промыслу Божию. Схиархимандрит Александр Васильев Божья Матерь хочет помочь всем, кто с живой верой обращается к Ея ходатайству. И если хотите вы спасти свои души от погибели вечной, освободиться от рабства страстям, благодушной, легко переносить болезни, скорби и бедствия, вы обращайтесь тогда с молитвой к Матери Божьей и получите ее помощь. Она всех спасет верую поклоняющихся Ея при чистому образу. Из наставлений Псково-Печорских старцев Семена Желнина, Серафима Розенберга, Михаила Петкевича, Агапия Агапова и Саввы Остапенко. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Далее.